В этот вечер Алексею Денисову не повезло. Опоздал в университет. Виной тому неуважение к закону. Да, пробивай. У него, скорее всего, категория нет. Я тоже так думаю. 12.7, 12.37, 12.1, 16.1. И эвакуатор. Да ладно, нет у меня категории. Не надо ничего пробивать. Целый год ездил без страховки и водительских прав на мотоцикл, а поймали только сегодня. Теперь железный конь отправится на спецстоянку, а его владелец оплатит несколько штрафов. Совсем другая история у Никиты Горбачика. На мотоцикле я первый сезон. Вообще стаж за рулем 10 лет. Многого насмотрелся. Поэтому соблюдать однозначно нужно. Нужно быть ответственным. Нужно уметь принимать ответственность за себя, за свои действия и никого не надеяться. За один такой рейд госавтоинспекция ловит до 50 нарушителей. Особое внимание соответствует тонировке на машинах техрегламенту. Но в первую очередь следят за мотоциклистами. Водитель мототранспорта, находясь за рулем мотоцикла, более подвержен риску попасть в ДТП. А при ДТП получает более серьезные травмы, так как он не защищен корпусом автомобиля. В этом году на дорогах губернии произошло 49 ДТП с участием мототранспорта. Пострадали 50 человек. 9 погибли. Будет больше порядка. Будут ездить все с документами. И среди моих знакомых все номера повесили. Возможно, благодаря этим рейдам. Проще лишний раз остановиться, когда все документы в порядке. Не ехать, не трястись. И думать, остановится, а не остановится. Этой ночью в домах на улице Гагарина спали спокойно. Сотрудники госавтоинспекции следили за порядком на дороге до глубокой ночи. Валерия Макарова, Артем Сулайманов. События.